Вот слушайте, говорят, что не нужно верить в приметы, в сны, в гороскопы, но относительно гороскопов он должен быть составлен и по дню твоему рождению, и часу, и даже месту, где ты родился, тогда действительно информация будет соответствовать где-то процентов на 80 тому, что действительно тебя касается. Приметы здесь тоже, то, что я уже проверила на своем жизненном опыте, и что действительно это так и есть, но, конечно, такие глупости, что нельзя в магазин ходить вечером, чтобы деньги не отдавать, или мусор вечером нельзя выносить, это, я считаю, это такие предрассудки, это не приметы, это предрассудки, что не всегда получается тот же самый мусор вынести рано утром, утром мы все куда-то бежим. Но что касается снов, вот здесь вот у меня на 99% все совпадает, у меня это неделя, сегодняшний день, начало недели, ну, в общем, в таком стрессе начался, вчера легли спать, как обычно, со всеми нашими ритуалами, души, сказки, поцелуйчики с кошечками, спокойной ночи, папочки, ну, в общем, все как всегда. Немеленка немножко покаплизничала, правда, хотела досмотреть мультик, но я ее стараюсь укладывать не позже половины десятого, чтобы она высыпалась и утром просыпалась в хорошем настроении. И около трех часов ночи у меня два телефона и у них синхронизация идет, в общем, если приходит имейл, смс, сообщения какие-то, то у меня все дублируется. И я слышу с просонья, представляете, приходит два смс, и я сначала вообще не поняла, но я думаю, что люди, которые живут далеко от родителей, понимаете, что я чувствую. Когда приходили в ночное время смс, когда я была во Франции, в основном такие смс, не просто привет, как дела. И, соответственно, у меня, когда я слышу ночью или ночной звонок, или ночные вот эти сообщения, для меня это стресс, тревога, и, в общем, я вот такая вот. И я проснулась, я не могу понять, где я, что я, кто, где, ну, в общем, хватаюсь за телефон и смотрю сообщения, я думаю, уже пришло. В общем, любимый соскучился и решил, не мог уснуть, и решил написать пару романтических слов и пожелать мне спокойной ночи. Ну, я, конечно, как, приятно, что человек, с которым ты прожил 12 лет, до сих пор к тебе испытывает романтические чувства, но, тем не менее, ночью, как бы, лучше не беспокоить. И ворочалась, ворочалась, я где-то около часа не могла уснуть и заснула. И, в общем, снится мне сон, что у меня текут трубы, вот, текут трубы. И в этой квартире, в маминой квартире, в доме, даже в том доме, где мы жили до переезда на вилле, и я везде вижу, что вот течет, и вот эти сифоны текут, и канализация течет, и везде вода, вода, вода. Я просыпаюсь и опять засыпаю, мне повторно снится этот же самый сон, что я куда-то звоню, вызываю сантехников, не могу дозвониться до своего сантехника. Ну, в общем, вот такой, опять я просыпаюсь, опять я засыпаю, опять мне снится, что ко мне приехали не сантехники, а почему-то люди, которые то ли устанавливают интернет, но он уже во сне, мало там чего понимаешь, короче, что вроде бы с интернетом, но лица тех людей, у которых мы диагностировали машину в автосалоне. И я, в общем, опять говорю, подождите, вы же, мне не надо интернет, у меня трубы, мне сантехники нужны. И, в общем, проснулась я в 6.15 утра от того, что гремела сигнализация под окнами какой-то машины, но уже ж потом, что у меня будильник на 7 установлен, я уже ложиться, спать не стала. Ну, и вот к чему такое предисловие. Заказываю я всегда вечером такси на утро, чтобы Милен везти в школу, всегда все было без проблем. И сегодня мы выходим, как всегда, заранее, ждем, нет никого. Обычно я смотрю, я по приложению заказываю, и там видно, когда твоя машинка, уже, ну, где она находится, и как она к тебе приезжает. И тут я смотрю, пусто. Ни машины нет, ни стоящих машин там где-то, ну, в твоем квартале, ничего нет. Подходит наше время, мне никто не перезванивает, а там есть кнопочка «Позвонить водителю». В общем, я набираю водителя, абонент не может принять ваш звонок. Я где-то через 3 минуты снова набираю, снова, снова, снова. В общем, идет опоздание уже на 10 минут, она в школе очень строго. Нужно приводить, ну, из-за вот этого вируса, нужно приводить деток в определенное время. Если ты опоздал, то потом твои проблемы забираешь ребенка, и ребенок находится дома. И, как бы, я это все прекрасно знаю, Милен начинает нервничать, мама, где машина, я опоздаю в школу, меня не примут. Я говорю, так, доченька, успокойся. В общем, набираю другое такси, а мне говорят, нет свободных машин. Первая машина на 9-9-15, второе, третье. Ну, и, короче, в конце концов, приехала к нам машина, доехали мы в школу, прямо, ну, вот, тык впритык, что уже закрывали, потому что стоит медсестра, у нее список, и вот она отмечает, кто пришел, температура какая у ребенка. И уже она начинала отмечать деток, которые не пришли. Ну, в общем, ладно, я уже как-то успокоилась, написала в службу поддержки, что что это такое, даже, ну, ладно, там, ситуации разные бывают, все мы люди, может быть, заболел человек, может быть, где-то там в пробке застрял, или там, я не знаю, поехал на другой заказ, ну, хотя бы уведомить можно. Вот у меня второй раз такое, первый раз тоже это был стресс больше, чем сегодня, поскольку у меня была маршрутка на Борисполь заказана в 2 часа ночи, короче, машина не приехала. Я звоню в службу такси, она говорит, ой, вы знаете, там машин нет, водитель, который там, он сломался. Я говорю, так почему же вы мне не сказали, я другую машину вызвала у меня, говорю, самолет ждать не будет. Ну, в общем, там тоже была история, мы тоже приехали, звонила водителю, говорила, там, умоляла, подождите, подождите, мы доберемся. И вот сегодня, что второе, что у меня, ну, короче, вот знаете, как оно пошло не так, так оно и продолжается. У меня на 9 утра была, он, волосы черные, чтобы подстричь кончики, подровнять и покраситься. И, ну, все это, мастер мне сказала, будет занимать где-то часа 3 на 9 утра, и я, значит, спокойно, думаю, отвожу Милен и еду в парикмахерскую, крашусь спокойно, и потом у меня дальше, короче, свои дела после обеда. Естественно, я пока отвезла, пока то, пока все, говорю, я доберусь к вам, только в 10 часов она говорит, извините, я вас принять не могу. И она права, потому что у нее потом по записи следующий клиент, и чтобы сделать вот так вот тяп-ляп, потому что сначала они делают обесцвечивание, и потом я хотела пустить несколько темных, ну, более темных таких вот, как вот здесь вот, медовых прядей, и потом тонировка в медовый блонд. В общем, все это, если делать качественно, хорошо, тем более на мою длину волос, это занимает время. Ну, в общем, у меня теперь сорвалась моя окраска, перенесли на другой день, в общем, еще сколько мне, да, 2 недели ждать. Ну, в общем, и вот настолько, что мне вот неприятно, что, а если человек, как вот тогда, что там, на поезд, на самолет едет, ну, почему, можно же ведь просто сообщить, что там что-то не получается. Ну, в общем, ладно, вот так вот, ночное смс, и потом вот эти сны, и вот сон, вот, знаете, такое смятение, смятение, что ты мечешься, не знаешь, как тебе разрешить этот вопрос, и что, ну, еще что, когда я проснулась, я думаю, ну, ладно, что-то будет не очень приятное, но, с другой стороны, вода была чистая. У меня по снам, в основном, бабуля моя, она такая вот очень мудрая женщина была, и она всегда как-то, ну, сны толковала очень правильно, что если бы там грязная какая-то вода или там сырое мясо, там, ну, это не очень хорошо. А когда там чистое, что все мои эти канализации и трубы протекали чистой водой. Так что, в конце концов, конечно, ну, со школой получилось нормально, ну, а краска сегодня, вот сейчас, наверное, буду делать уборку, я абсолютно, ну, как волосы помыла, не укладывала ничего, и думаю, сделаем мне все, и буду я такая сегодня красивая, замечательная, но расстроилась я, конечно, потому что записывалась так же заранее. Ну, к хорошему мастеру запись всегда у меня, что на маникюр записываться нужно заранее, иначе не попадешь, там, за день, за два у нее все занято, что вот в парикмахерскую, ну, что, буду теперь ждать. Слушайте, как она мурчит, Масюня, Масенька, Масенька, Моё ты маленькая, Моё ты учащая. Да, девчонки, с кормом, конечно, я погорячилась, она его даже есть не стала, зарыла лапками. В общем, посоветуюсь я с ветеринаром, узнаю, что там им давать нужно, что мне девочки написали, что эта порода была искусство на выведенная, и что там у них особое питание, особое питание у них там такое. Ну, в общем, буду изучать. Я, видимо, мало, мало информации у меня было. Да, малюшенький, Тимон, малюшенький. Я и купила молочка для котят. Молочку для котят она пьет. Ой, ты. Вот такой цвет бесподобный вообще, налюбоваться не могу. Такое кощенятко, такое кощенятко, манюшенькое. Не знаю, возможно, я, конечно, слишком привередливая стала после французских потессерий. Но то, что мы вчера купили, как это красиво выглядело, и по вкусу это одно большое разочарование. Эклер выкинули, потому что в нем внутри был крем из маргарина. Ну, в общем, такой вкус жира, ну, вообще несъедобный. А вот эти вот, это карамельно-медово-шоколадный, даже не знаю какой, ну, в общем, не очень вкусный. А чизкейк, это просто, ну, я даже не знаю, как мягко сказать. Вот эта часть сырная, она как резиновая. И вот это вот малиновое сверху, вот, желе-не-желе. Ну, ребят, конечно, я не знаю, возможно, кому-то нравится, но я больше, настолько все красиво выглядит и по вкусу совершенно другое. В общем, не буду я больше в супермаркете. Как бы это красиво, они не представляли. Покупать не буду. Буду стараться что-то печь сама. Ну, в общем, это тоже, не знаю, будем мы доедать или нет. Ну, вот это точно не буду. Вот это, возможно, с чаем доем, но вот это очень, ну, очень невкусно. Сейчас быстренько приготовлю на ужин. Милен попросила приготовить слоеный пирог с курицей. Я его готовлю очень просто. Рецепт у меня есть на канале, но если кто не знает, я сейчас коротенько, коротенько, коротко, коротко расскажу. В общем, нужно будет тесто. Во Франции я покупала, там как раз одна порция. Вот так вот оно свернутое, но здесь вот оно продается замороженное. Вот такое вот листковое дрожжевое, здесь 900 грамм хватает на два раза. Там две вот таких вот пластиночки, четыре, ну, в общем, две я уже использовала, и две осталось, и две пластинки как раз на пирог получается. Затем одна куриная грудка, но она, видите, у меня немаленькая. Если маленькая, то берите две. Затем одна средняя луковичка, укроп по желанию, немного соли. В общем, тесто размораживаете, раскатываете один пластик. Режем курочку мелкими кубиками, добавляем соль, лучок, укропчик. Потом выкладываем первый слой, закрываем вторым, прокалываем вилкой. И на температуру, ну, где-то 180-200 градусов, 25-35 минут. Вот как верх подзолотился, кстати, тесто я сверху ничем, ни желтком, ни белком не смазываю. И как только верх подзолотился, пирог готов. Получается такая вкуснятина, просто обалдеть. Ну, и приготовлю брокколи на пару, порежу помидорчик, огурчик. Ну, в общем, все очень просто и вкусно. Ну, что, Кроха, пока-пока, пока-пока, поехала я за Миленкой. Все, всем пока, мои хорошие.